Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты. Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. Сегодня читаем 11 главу. «И когда окончил Иисус наставление, 12 ученикам своим перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». Вот до этого в 10 главе мы слышали наставление, которое Спаситель предлагал своим ученикам, отправляя их на проповедь. А теперь мы видим, что когда они идут проповедовать, то и сам Спаситель тоже не бездействует, он идет проповедовать в городах их. А в городах их это кого имеется в виду? Имеется в виду иудеев, которые непосредственно окружают и находятся рядом с Господом, с его учениками. То есть проповедуют ученики, но и сам Спаситель тоже проповедует. А дальше. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему». То есть вот святой Иоанн Креститель, он уже в темнице. Об этом было краткое упоминание в прежних главах. Получается так, что в начале служения святого Иоанна Претечи, а потом, когда его уже в темницу сажают, то тогда начинается служение Иисуса Христа. Но сам святой Иоанн, он поддерживает связь с учениками. Ученики приходят к нему. Кстати, где вот эта темница сохранилась, да, сохранились эти места. Это древняя крепость Махерон, которая не очень далеко от Средиземного моря находилась. И там он содержался в очень жестких условиях. Но для самого святого Иоанна это, в принципе, было привычно, потому что он аскет, который не искал никакого комфорта, не требовал к себе особого внимания. И вот к нему приходили ученики, и послал он двоих из учеников своих сказать ему, то есть Христу, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И тут вот немножко возникает такое недоумение, ну, неужели сам святой Иоанн Претеча, который прозревал, так сказать, вот удивительные истины, тайны, он вдруг засомневался, заколебался? На самом деле нет. Ведь святой Иоанн созерцал Духа Святого в виде голубя, нисходящего на Спасителя. И святой Иоанн, как это свидетельствует Евангелие от апостола Иоанна Богослова, он, указуя на Христа, говорил, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И, соответственно, первые ученики Господа, они именно от святого Иоанна перешли, как бы были переданы от Иоанна Претечи Господу. Поэтому, конечно, уж он-то не сомневался, но сомневались его ученики. И, ну, такое бывает, понимаете, когда вот есть какой-то прекрасный учитель, да, аскет, подвижник, святой человек, и те, кто к нему собираются, они располагаются уважением, почитанием, они воспринимают его слово как выражение истины, и иногда слишком привязываются к человеку. Они привязываются к нему как к человеку, и, может быть, так, что в каком-то смысле идеализируют его, и в этой идеализации он становится у них как бы первостепенным, а другие, так сказать, вот немножко уже в стороне. Это вообще вот наши проблемы, когда или там какого-то проповедника кто-то выделяет только одного, да, или какого-то духовника, вот только вот он, и всё, значит, больше там никого. И получается так, что у тебя в твоём мировоззрении как бы вся жизнь церковная, она представляет собой голое поле, на котором произрастает только один прекрасный цветок, тогда как у Бога, в его премудром попечении о мире и о церкви, у него всё-таки не один цветок в голой пустыне, а множество разных цветков, да, прекрасных произрастений вот этих деревьев, которые приносят плоды, и разные, да, разные для разных, но в то же время есть некая соборность, некое взаимодополнение. И вот эти ученики святого Иоанна Претечи, они немножко вот, да, ещё не доверяли Христу и смотрели в каком-то смысле с ревностью, потому что слава Христова, она более возрастала. Да, собственно, Иоанн Претечи, он предсказывал всё это, говорил, ему должно расти, а мне умоляться. Ну, понятно, потому что миссия святого Иоанна Претечи, она уже выполнена. Но для того, чтобы вот не как бы не травмировать своих учеников, вот этих ещё несовершенных, не дошедших до этого совершенного понимания, святой Иоанн их направляет ко Христу, чтобы как бы от своего лица задать вопрос, да, то есть если апостолу Андрею, Иоанну Богослову, он напрямую говорит, вот агнец Божий, который берёт на себя грехмир, то тут он посылает, это вот другие, потому что здесь ученики, он посылает двоих из учеников сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И вот они приходят и задают этот вопрос, и сказал им Иисус в ответ, пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. То есть Спаситель не пытается морализаторством на них каким-то давить, а отталкивается от реальных своих дел. Значит, пойдите, расскажите, что видите и слышите. «Слепые прозревают, и хромые ходят, прокажённые очищаются, и глухие слышат, мёртвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится, а мне». Спаситель, он являет такой спектр чудесных, благодатных своих действий, восполняя немощи, нужды людей, исцеляя любые болезни, даже воскрешая мёртвых, и даже нищих людей, которые по представлениям того времени, нищие вроде ни к чему не способны, не могут быть учителями, проповедниками, но они избираются для благовестия, потому что обретают от Господа особые благодатные дары. И вот в этих словах это исполнение ветхозаветных пророков. Это ведь всё у пророка Исаии было сказано, про то, что там и слепые будут прозревать, и глухие слышать, хромые подыматься на ноги, и так далее. Это значит, что в делах Христа исполнение пророчеств Ветхого Завета. Поэтому, когда ученики Иоанна наглядно это увидят, то для них становится очевидным и ответ, и Спаситель говорит, и блажен, кто не соблазнится мне, то есть, что именно во Христе есть исполнение Ветхого Завета. Когда же они пошли? Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблема? То есть, мы видим, что Господь как раз поясняет другим людям, что на самом деле Иоанн Претечи это не трость ветром колеблема, то верит он во Христа, то не верит, нет. Он нисколько в этом не колеблется. Все, что было, это сказано ради учеников Иоанна. Вот ученики еще колебались, как трость, но не сам Иоанн. Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Святой Иоанн, он не был привязан к комфорту, к тому, чего обычно человек ищет в нашем быту. Ну, к сожалению, вот есть у нас такая немость, что когда окружает тебя комфорт, то ты и душой своей благодушествуешь. А если лишить тебя комфорта, то лицо уже уныло, мысли у тебя тоже печальны, и, соответственно, благодушие все уходит. А вот попробуй сохранить мир души, да, вот такое доверие Богу в состоянии, когда испытания жизненные касаются, когда ты там не испытываешь никакого достатка, нужда финансовая к тебе подкрадывается, тревоги обступают. И вот как тут сохранять мир сердца? А вот святой Иоанн, он как раз полностью, доверяя Бога, оказывался выше всех этих жизненных испытаний, потрясений. Если, значит, действительно те, кто в царских дворцах, ну, понятно, у них мягкие были одежды, то святой Иоанн, он носил кожаный пояс, да, и одежда из верблюжьей шерсти, то есть очень жесткая, это строгий такой аскет. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. А почему больше пророка? Потому что все пророки, они предвещали о том, что будет. А пророк Иоанн, он не просто предвещал, а он непосредственно встретил. И он даже сподобился прикоснуться ко Христу, когда крестил его в водах Иордана. Ибо он тот, о котором написано, сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Вот это из пророка Малахии, буквально слова об ангеле, который посылается пред лицом грядущего Христа и приготовит путь, поэтому мы называем святого Иоанна предтечей. И он действительно ангел в смысле равноангельная жизнь, которая как раз выше вот этих чувственных потребностей всяких. «Истинно говорю вам», продолжает Спаситель, «из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его». А вот эти слова, они весьма непросты для толкования. Ну, я думаю, поначалу вроде понятно, что «из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». И, в общем, когда мы смотрим на иконы, которые помещаются в иконостасе храма, то всегда, значит, когда вот деисис, центральный ряд иконостаса, моление, то с одной стороны Божья Матерь, понятно, что она даже честнее Херувимов, славнее Серафимов, и особая такая вот у нее взаимосвязь со Спасителем, а с другой стороны, всегда ближайший это святой Иоанн Предтеча. И я думаю, что это понятно, что, значит, действительно, да, из рожденных женами не восставал больше, потому что весь цвет ветхозаветной святости – это пророки, пророки и праведники. И среди вот этого цвета ветхозаветной святости самый красивый, благоухающий святостью цветок – это вот именно святой Иоанн Предтеча, который встретил самого Христа. Ну, а дальше-то что значит? Но меньше в Царстве Небесном, больше его. А вот это действительно проблема для толкования. Почему? Потому что здесь, возможно, самые разные такие, как бы, подходы к этому толкованию. Ну, скажем, самый простой такой, это говорится когда еще? Когда святой Иоанн жив, да? Когда сам Спаситель еще только благовествует. И, соответственно, в Небесном Царстве кто? В Небесном Царстве ангелы. Мы, конечно, сказали, что святой Иоанн Предтеча называется ангелом, да? Но ангелом он называется сравнительно с нами, поэтому он больший среди рожденных женами. Но в это самое время на небесах кто в Небесном Царстве? Ангелы. И все-таки люди уступают по святости ангелам, в тот момент еще уступали те, кто находились на земле. И святой Иоанн Предтеча получается так, что он как бы меньше ангельских чинов. Это вот один такой пласт толкования. Но тут могут возразить, что ведь речь идет о рожденных женами, тогда как ангелы, они вовсе не рождены никакими женами. Это духи, которые созданы в самый первый день творения, да? И поэтому сравнение тут не очень подходящее. И тогда выступает вперед второе объяснение о том, что святой Иоанн Предтеча это все-таки вот еще как бы продолжение ветхозаветной святости. А Царство Божие, грядущее в силе, как говорилось Господом, ученикам, о том, что вот есть те, которые увидят Царство Божие, грядущее в силе, это те блага Церкви Христовой, которые дарованы будут сподобившимся Пятидесятнице. Потом, значит, от апостолов, принимающих крещение, прочие таинства. И новозаветная святость, которая особенно просияла в лице таких, как вот преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святитель Николай Чудотворец, она все-таки выше ветхозаветной святости. И хотя изрожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, вот до самого этого момента, когда еще святой Иоанн жив, но все-таки благо Царства Божие, даруемо через таинство крещения уже в христианской церкви, которая явится, как небо на земле, они все-таки больше. И каждому христианину дается несравненно больше, потому что возрождая в таинстве крещения, он затем будет приобщаться в Евхаристии самому Господу Иисусу Христу, чего не сподобился Иоанн Причащий, не крещение, не таинство причащения. И, соответственно, получается, что да, мы живем, конечно, просто вот страшно как-то беспутно, неразумно, непутево, и мы не можем сравниться даже вот самыми, может быть, вроде бы, ну, как бы, несовершенными праведниками Ветхого Завета, ну, условно говоря, несовершенными, но в задатке, в задатке благо, таинство, которые даются христианину, пусть он даже не все воспринимает, но в задатке эти блага несравненно выше, нежели то, что давалось праведникам Ветхого Завета. Это вот такой второй пласт толкования. А третий, может быть, вот именно об этом-то идет здесь речь, и как это объясняет святой Иоанн Златоуст, и как-то вот толкователи это у нас обычно современные игнорируют, но святой Иоанн Златоуст, блаженный феофилакт болгарский, некоторые другие, они говорят, что Христос-то по смирению о самом себе здесь говорит, да, то есть речь идет, значит, о рожденную женами, да, понятно, что все родились от жен, но при этом у всех есть еще и отец, кроме, по плоти, да, кроме самого Господа Иисуса Христа, по плоти отца у него не было, поэтому, может быть, и сказано из рожденных женами, ведь в Ветхом Завете там говорили, что Авраам родил того-того-того, да, там, или там, от этого-то право-то родились еще такие-то, как бы по мужской линии, а здесь вот именно рожденными женами, и поэтому Спаситель, он тоже как бы в это включается, и он по человеческому рассуждению рассматривался как меньший Иоанна Претеча, он младше по возрасту на полгода, а в те времена это очень жестко рассматривался, кто младше, тот меньше, он внешне, внешне не ведет такой вот строго аскетический образ жизни, ну, кто там присутствовал во время вот этого сорокодневного полного такого невкушения в пустыне до Господа из людей никто не потом евангелисты описали, потому что им-то было понятно, что они общаясь со Спасителем черпали от него, а люди видели, что он посещал и матарей, и грешников, святой Иоанн Претеча не ходил по матарям и грешникам, не участвовал в их трапезах, он жесткий такой строгий аскет, и Спаситель на его фоне в плане аскезы выглядел как меньший, но мы-то понимаем, что Господь Иисус Христос не причастен падшему состоянию человеческой природы, поэтому не нуждался в такой аскезе для побеждения страстей, ибо страстей греховных во Христе не было, но по человеческому разумению он выступает как меньший, и вот так вот смиренно отзываясь о себе Спаситель говорит, что меньший в Царстве Небесном больше его, поэтому и слушаться надо именно Христа, ибо Он больше, если брать категорию небесного мира, ибо Христос, который явлен в немощной человеческой плоти, все-таки является Сыном Божиим, Сыном Бога, Отца Небесного, и поэтому почитать и нужно Сына Божия как большего, нежели святой Иоанн Предтеча. Вот так сам Господь Иисус Христос говорит, что на самом деле вся дальнейшая традиция христианская будет напрямую связана со скезой. Да, мы не можем подняться до уровня святого Иоанна Предтечи, но нам предлежит борьба с грехом. И неважно монах ты или мирянин, если ты не являешь в своей жизни аскезу, то ты не сможешь сохранить благополучие своей семьи, потому что чтобы в семье был мир, ты должен уметь побеждать в себе раздражение, чтобы в твоем воспитании детей твоих сохранить вот все в правильной такой вот гармонии взаимоотношения родителей и детей, чтобы дети тебя слушались и ты умел правильно донести им слово, ты должен научиться не выходить из себя и при этом сохранять трезвый ум, да, вот ясное видение ситуации и тут важно побеждать свои страсти, потому что когда страсти прорываются наружу, они портят все, они портят взаимоотношения мужа и жены, родителей и детей, соседей друг с другом и вообще все вокруг, то есть все проблемы человеческие на самом деле из-за страсти, из-за страсти гордыни, осуждения, зависти, ревности, блудных поползновений и так далее, и для христианина нет иного пути к благополучию, кроме как вот победа над своими страстями и борьба с ними, поэтому спаситель говорит, что царство небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна, то есть все вот это вот ветхозаветное, оно только до Иоанна претечи, вместе с ним все это заканчивает, историческая миссия Ветхого Завета завершилась, и если хотите принять, он есть или я, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит, у иудеев того времени уже были распространены представления, но собственно говоря, вот у того же кстати пророка Малахии в Ветхом Завете говорилось, что я пошлю раба моего Илью, который будет предвещать вот этот день грядущий и славный, и ведь пророк Илья был с телом принят на небеса, на огненной колеснице, с телом он и сейчас там пребывает, и видимо есть какой-то особый божественный план, как говорят святые отцы, что пророк Илья явится изобличать Антихриста уже перед вторым пришествием Христовым, а поскольку у иудеев было распространено представление, что Илья должен явиться перед пришествием Христа, а вот Христос уже пришел, где же тогда пророк Илья, то вот именно святой Иоанн Креститель, по слову Господа, он и выступил, исполняя миссию Ильи в первое пришествие Христово, то есть святой Иоанн Креститель, он выразитель духа служения пророка Ильи, тот же дух ревности, тот же дух верности Богу, тот же дух жесткой аскезы и в каком-то смысле такого бескомпромиссного обличения сильных мира сего. При этом Спаситель добавляет, но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн не ест, не пьет, то есть, пожалуйста, строгий аскет, и говорят, в нем бес, пришел сын человеческий, ест и пьет, ну, пожалуйста, вот вам тогда поближе, так сказать, вот к людям, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, получается так, что, когда спаситель ближе к людям, да, то его начинают приравнивать уже грешным людям, и говорить, что он в ряду против грешников, и люди ведут себя, как капризные дети, ты им, значит, подарок какой-то, нет, а им такой не нравится подарок, да, ты им со строгостью, им это тоже не нравится, как завершает сам спаситель, и оправдана премудрость, чадами ее, конечно, спаситель тут говорит таким образно-оллегорическим языком, и может быть, те, кто слышали, они еще не совсем понимали, что это такое, оправдана премудрость, чадами ее, а дело все в том, что ведь Христос, это и есть сама премудрость Божия, как затем напишет апостол Павел, Христос, Божия сила и Божия премудрость, и в словах Христа являлась Божия мудрость, и вот он произносит вот эти, где-то и обличение даже нашего человеческого неразумия, что как детям капризным невозможно угодить, а все-таки силой берется Царство Небесное, и все-таки именно во Христе оправдание людей, потому что святой Иоанн, креститель, именно к нему пытался всех подвести, и спаситель говорит, что вот премудрость, она оправдывается в чадах ее, то есть те, которые будут принимать премудрость Христова, которые станут постигать смыслы Евангелия, вот в их лице и оправдана премудрость, явившаяся на земле. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись, то есть не все приняли вот эту премудрость, и поэтому не в лице каждого, значит, представителя народа богоизбранного премудрость была оправдана. И вот Спаситель изобличает, горе тебе Хоразин, горе тебе Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Понятно, ведь Спаситель пришел к своим, но свои его не приняли, и сколько он не являл им вот этих благ, но люди в основном ради чудес только собирались к нему, а евангельское благовестие уже как бы воспринимали это как что-то добавочное к чудесам и не очень хотели меняться. А вспомним, что когда-то ведь покаялась Неневия языческий город от слова пророка, даже Господь изменил свое суждение, а Неневия не стал наказывать. Вот так же и Тиросидон, если бы там были явлены такие силы, то они тоже явили бы удивительное покаяние, а свои оказались тепло-хладными. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Но это вообще страшные слова, потому что Капернаум назывался своим городом, и там, значит, и дом тещи Петра, ну, самого Петра, и вроде бы много там разных вот исцелений, и начальник синагоги к нему обращается, но речь идет обобщенно, да, то есть отдельные представители приняли Христа, даже последовали за ним, а другие, а другие, ну, так вот, прошли мимо, и, соответственно, такое строгое суждение, ведь народ должен был весь принять, это же богоизбранный народ, а оказалось, нет. «Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Как бы вот на «ты», обращаясь непосредственно к городу Капернауму, говорит Спаситель. Ну, а почему Содомской-то земле будет отраднее, ведь Содом же, значит, наказан-то был Богом, а потому и отраднее, что Содом уже понес на земле наказание. И вот те страшные муки, которые обрушились на Содомлин, они в каком-то смысле ну, несли функцию очищения их, и чтобы дважды, так сказать, вот не судить, не наказывать, получается, что участь Содомлин, если они каялись в последние особенно свои часы жизни, когда вот эти страдания на них обрушились, то это, может быть, как-то даже облегчало их участь в вечности, и получается, что земле Содомской отраднее будет, не говорит он, что совершенно все Содомлини там спасутся, но отраднее, то есть те, кто вроде бы не впадали в такие тяжкие грехи, но отвергли Христа, им будет намного хуже. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Спаситель прославляет Бога Отца некую такую премудрость божественную, премудрость Бога Отца. Почему? Потому что Господь, Он действительно призывает тех, кто, ну, совершенно простой в отношении к ближним, тот, кто, вот, как младенцы простые, и святые отцы не говорят, что нам в духовной жизни нужна младенческая, детская простота. Вот когда мы обращаемся к Господу, не надо придумывать каких-то красноречивых таких, риторически правильно составленных молений, а пусть молитва твоя Господу будет как искренний вздох сердца. Или вот как ребенок, который бежит к маме, или у папы просит помощи, и сразу от сердца обращается. Вот так же наша молитва к Богу должна быть как простой, искренний вздох младенческого сердца, обращенного к родителю. А мудрые и разумные они, к сожалению, не применили Господа. И поэтому вот эта вот мудрость, она прошла мимо них. Это те самые книжники, фарисеи, саддуки, которые казались самыми учеными, самыми разумными. Но тайны спасения открылись младенцам в вере. И дальше спаситель произносит очень важные и очень сокровенные слова, которые нам особенно важно всегда вот помнить и хранить их. Этот евангельский фрагмент, он всегда читается на молебнах, посвященных преподобным. Ну и вообще в храмах, когда вспоминается память преподобных отцов, и здесь буквально сказано, Господь говорит, все предано мне отцом моим. Это значит, что Господь, Бог, Отец, он все веряет в руки своего сына. И Христу действительно все предано в этом мире. А мы же со Христом, мы христиане, мы носим на себе имя Христово, крещены в его имя, мы принимаем в таинстве причащение его тела и кровь. И поэтому, если мы действительно храним благодать Христова, то он всегда с нами, а в его руки предано все, это значит, что он никогда нас не оставит, и ничего не случится с нами вредного для нас. Все в руках Божьих, все предано мне, отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Есть тайна внутри троечной божественной жизни, отец знает сына в совершенстве, сын знает отца, и это вот божественное ведение внутри троицы, которое считалось всегда так, что вот каков Бог, мы не можем рассуждать, но тут спаситель приоткрывает. И кому сын хочет открыть, оказывается, познание троицы открывается людям. И есть изволение спасителя, как воплотившегося сына Божия, чтобы приоткрыть тайну внутри троечной жизни людям. Людям открывается боговедение, богопознание. И это действительно в христианской истории исполнилось, потому что многие святые отцы, просвещенные духом святым, по слову Христа, они приоткрыли тайну троицы, особенно в четвертом веке, такие святые, как Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, святой Афанасий Александрийский и прочие святые отцы, они раскрывали вот эти тайны божественной жизни и боговедение, богопознание теперь даруется людям. А дальше спаситель, он еще более важный говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. То есть спаситель действительно подает нам свой божественный покой, мир, но это мир как избавление от греховных страстей, страсти раздирают человеческое естество. И только когда божественная благодать касается сердца, там воцаряется подлинная гармония. Гармония как единение человека с Богом, когда выстраивается гармония человеческой души с божественной благодатью, то тогда гармония наступает во всем и все вокруг тебя тоже преображается. придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Да, заповеди Христовы о смирении, о терпении, о кротости, о том, что нужно прощать врагам, любить, любить всех, даже тот, кто казался тебе самым таким ненавистником, молиться о них, это кажется игом, но когда ты действительно воспринимаешь это иго и учишься от Христа, а Христос, он самый кроткий и самый смиренный, то тогда ты обретаешь покой своей душе, и вот это воплотилось в жизни преподобных отцов, поэтому мы видим сейчас, что в дни их памяти и вообще в молебнах, посвященных преподобным, читается именно этот фрагмент из Евангелия, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Вот это удивительные слова, которые нужно всегда помнить, что заповеди Христовы кажутся поначалу тяжкими, но когда ты действительно устремляешься туда, оказывается, что они-то подают тебе подлинную свободу, а вот жизнь по стихии мира сего, она кажется свободной, легкой, но когда человек погружается туда, ему становится тяжко и невыразимо мучительно. Вот он говорит, я вот хочу и курю, да, я там хочу и пью, а потом оказывается, что, если задать даже вопрос, а, ну, если ты такой вот свободный, да, то ты вот можешь не курить, вот можешь ли ты не пить, отказаться от какой-то блудной страсти, ой, нет, не могу, значит, ты поработил себя этим страстям, и, оказывается, ты не свободен, а вот если возьмешь на себя иго Христова, которое кажется тяжким, потому что нужно действительно преодолевать эти греховные страсти, то через них и обретаешь подлинную свободу, простор сердца, простор души, в очищенное сердце нисходит божественная благодать, она приносит с собой покой, ибо иго мое благо и бремя мое легко, говорит Спаситель. На этом, братья и сестры, мы завершили чтение 11 главы. Дай Господь нам стараться хранить заповеди Божии, которые действительно приносят нам мир, покой и удивительную божественную гармонию, и досподобит нас Господь шествовать именно по этому пути, чтобы обретать подлинную свободу. Всего вам доброго! Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok,